Всем привет, с вами Doom. Сегодня посмотрим на комикс от Marvel, но не супергероику, а под названием Звёздные войны. Да-да, не удивляйтесь, Marvel Звёздные войны. Комикс, который я очень-очень долго ждал, и вот, наконец-таки, теперь я могу его подержать в руках, ну, естественно, который я уже прочитал, ну, и сегодня я вам расскажу о нём поподробней. Ну и пару слов о самом издании. Давайте посмотрим поближе на эту шикарную обложку. Здесь у нас логотип Звёздные войны, ну и, собственно, все ключевые персонажи этой саги-то Чубакка, Хан Соло, Люк Скайуокер, Принцесса Лея, C-3PO, R2-D2. В том у нас называется «Скайуокер наносит удар», но мне почему-то всегда хочется сказать «Скайуокер наносит ответный удар». И здесь, конечно же, можно никак не заметить очертания шлема Дарта Вейдера. Ну и, собственно, у нас авторы Аурон, Кессиди и Мартин. С корешка выглядит вот так. Традиционно красно-белый логотип Marvel, Звёздные войны, Скайуокер наносит удар, авторы. Ну и, собственно, здесь циферка 1. Да, на данный момент уже готовится четвёртый волюм этой серии, но у нас пока только первый. Здесь у нас иконочка Люка Скайуокера. С задней стороны выглядят так. Опять же, у нас уже здесь самые такие ключевые три персонажа Звёздных войн, но, к сожалению, из-за последних событий мы в следующих фильмах будем видеть только живого Люка Скайуокера. Ханна и Лея у нас уже, наверное, больше не будет, но Лея появится ещё в последнем своём восьмом эпизоде, а дальше не знаю, как они решат её судьбу. Была новость, что они хотят с помощью компьютерной графики, как и Таркина. Здесь у нас описание небольшое самого комикса, ну и какие номера входят, собственно, в этот ЭПБшку. Это первые шестой номера. Кому интересно, можете нажать на паузу. В общем, издание сделано отлично, никаких косяков нет. В последнее время что-то многие жалуются, что вот издательство Камильфо, издания разваливаются, расклеиваются, помятые страницы и так далее, но мне пока везёт всё как бы нормально. Ну а теперь посмотрим на сам комикс. Здесь нас ждёт рекламка комикса Принцесса Лея, который я уже купил, который я уже прочитал. Не знаю, буду я делать по нему видео или нет, пока не решил ещё. Звёздные войны Скайуокер наносят удар. Здесь такой шагающий мимо ряда штурмовиков Дарт Вейдер, авторы, переводчики и так далее. Повторяю ещё у нас обложку комикса. Ну и, как всегда, по традиции, начало в фильмах, давным-давно, в далёкой галактике. Ну и тут должна такая заиграть музыка Star Wars. В общем, всё это классно сделано, особенно это будет именно для фанатов Звёздных войн. Ну, естественно, тут такое небольшое предисловие, да, о чём у нас будет событие данного комикса. Что касается сюжета, я, наверное, вам не буду о нём тут прям сильно рассказывать, спойлерить. Как-то не люблю это делать. Но отвечу на такой вопрос. Помню, мне кто-то вписал в комментариях к видео с новинками комиксов, что зачем ты, типа, купил комикс, если можно посмотреть эти все фильмы. То есть зачем тратить деньги. Но человек, видимо, впервые, наверное, увидел этот комикс. И он не знает, что комиксы от Марвел, это как бы новый канон. И это как будет продолжение киновселенной, но они не будут связаны вот с этими основными фильмами. То есть у них будет своя история, как вот в промежутках, да, между эпизодами. И вот как раз-таки у нас действие этого комикса будет развиваться между четвёртым и пятыми эпизодами Звёздных войн. Как раз-таки когда повстанцы во главе с Люком Скайуокером, Ханом Соло и Принцессой Леей уничтожили Звезду Смерти. Вот именно после этого момента у нас начинаются события этого комикса. То есть в фильме такого вы не увидите, что происходит у нас в комиксе. Так что если вы любите фильмы, обязательно покупайте комикс. Ну и читайте, что же у нас происходило между четвёртым и пятым эпизодами. Но от себя я скажу, что комиксом я остался полностью доволен. Не зря столько я ждал этот комикс. Так что с удовольствием его прочитал. Опять же растягивал его на два или три дня, чтобы быстро не прочитать. Да, столько ждал и потом раз за один раз прочитал. Нет, специально так растягивал. Хотя мог прочитать, конечно же, из-за раз. Просто легко читается. В общем, всем фанатам рекомендую. Не пожалеете. Ну я лично так думаю, если вы настоящий фанат Звёздных войн, да, смотрели все фильмы. И не по одному разу, то он вам должен понравиться. Ну и что ещё можно сказать? Еще будет такой интересный момент про Хана Соло, которого тоже не было в фильме этого момента. Вы не увидите его там. Так что если вы хотите об этом узнать, обязательно, опять же, покупайте этот комикс и прочитайте. Ну такой интересный момент. Я не ожидал, что так получится. В общем, как-то так. Давайте посмотрим на рисунок. Рисунок у комикса просто шикарнейший. Такое, знаете, ощущение, что ты реально смотришь фильм. Но который так замедлен. Да и в картинках. Ну вот сами посмотрите. Вот вам, пожалуйста, Харрисон Форд, Кэрри Фишер. Да, даже у нас появляется такой ключевой персонаж, как Боба Фетт. Тут и Чубакка, как уже указано было. И Акбар, командующий. В общем, все такие классические персонажи каноничные Звёздных войн. Рисунок, как я и говорил, опять же, шикарнейший. Очень много Дарт Вейдер, что меня не может не радовать. Так, здесь у нас различные обложки. Обложки-наброски чёрно-белые. В основном все дополнительные материалы чёрно-белые. Наброски тизеров. Набросок персонажа Дарт Вейдер. По-моему, у меня даже такая наклейка есть. Ну и здесь готовится к изданию Дарт Вейдер. На данный момент он уже вышел, по-моему, поступил в продажу. И даже я уже его себе заказал, так что, возможно, скоро придёт. В общем, вот такой комикс под названием «Звёздные войны и Скайуокер наносят удар». Фанатам обязательно читать. Но если вы не знакомы со «Звёздными войнами», тут уже сами решайте, хотите читайте, хотите нет. Но можете даже начать смотреть фильмы и как раз-таки вот прочитать комикс между четвёртым и пятым эпизодами. Как раз сейчас ещё у нас «Изгой-1» вышел. Можно ещё и «Изгой-1» посмотреть вдогонку. В общем, как-то так. Ссылка на комикс будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!